Одна из приоритетных задач, конечно же, подготовить дороги к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В идеале зрители должны добраться от Пулкова до стадиона за 24 минуты. Но для Петербурга это нереально, даже если частично перекроют Московский проспект и часть Васильевского острова. Поэтому в городе строят несколько объектов, чтобы хоть как-то приблизиться к нужному показателю. Вот такую схему предлагает КРТИ. И надо отстроить набережную Макарова и мост в районе острова Серный. Вот здесь он находится. Все это должно обеспечить непрерывный трафик от Пулкова до стадиона. Ну а также связать Васильевский остров с Петроградскими районами. Еще надо построить путепровод на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским. Это должно сэкономить время на подъезде к аэропорту и федеральным трассам. Ну вот так это должно выглядеть. Но посмотрим, что из этого получится. Будем надеяться, что что-то довыйдет. Что касается Кубка Конфедерации, который пройдет в 2017 году. К этому времени обещанное метро Новокрестовска еще, к сожалению, не откроет. Поэтому нашли альтернативу. Специальный шатловый трамвайный маршрут от улицы Савушкина до метро Черная речка и метро Старая деревня. Ездить транспорт будет по специальной выделенной полосе. Ну и закупят 30 трамваев. Уже, кстати, такие ходят на Ваське. Это двухголовные вагоны, когда водитель может переходить из одной стороны в другую. Оставят ли выделенные полосы после Кубка Конфедерации, пока вопрос. Потому что улица Савушкина, дорога, например, шириной станет менее трех метров. И возможен транспортный коллапс, пробки. Поэтому пока как поступить власти в раздумья. Еще одна из главных проблем Петербурга. Исторический центр города. Там уже, естественно, негде строить дороги. Поэтому приходится искать новые пути. Так это выглядит на карте в планах. То есть хотят магистраль сделать, чтобы она уводила потоки из центра Санкт-Петербурга в другие районы. И распределять вот таким образом. Посмотрим, что из этого тоже получится. Специалисты посчитали, что утренние запросы в навигатор. И выяснили, что самые большие проблемы на севере города. Вот здесь выделены оранжевыми и красными зоны. И люди добираются отсюда по часу, а то и больше. И сейчас еще и возят детей в школы, и в садики. Поэтому есть над чем подумать в плане логистики. Я бы в таком случае, наверное, пересела бы на метро. И пробок нет, да еще и выспаться можно. Что касается общественного транспорта. К 2017 году у нас появится целых 93 троллейбуса новых поколений с автономным ходом. Что же это значит? Транспорт может идти как по контактной сети, так и без, с использованием батареи, которой хватит на 15 километров. Ну то есть пока троллейбус едет с вот такими рожками по сети, он заряжается. Ну а затем еще какое-то расстояние может пройти самостоятельно. Это еще и экологично. Уже в ноябре придет такой красавец из Белоруссии. И будут зимой его тестить. И если все хорошо, закупать. Первыми смогут прокатиться на таких троллейбусах жители Приморского района и центра города. По мнению специалистов, такой транспорт нашему городу необходим и спросом пользоваться, конечно, будет. Но для обеспечения его работы нужна соответствующая инфраструктура. Нужна эта инфраструктура, иначе получится та же ситуация, что с газовыми автобусами, которым нужна специальная заправка, так сказать. И все эти автобусы, они поставляются в седьмой автобусный парк, поскольку там рядышком, так сказать, есть эта заправка. И нет необходимости ехать на другой конец города, где-то заправляться. Как только будет расширяться сеть вот этих заправок, то автобусы смогут поставляться и в другие парки. Здесь аналогично, то есть должна быть построена эта инфраструктура для того, чтобы была возможность подзаряжаться электротранспорту без особых проблем, каких-то там порожних рейсов и так далее. И еще немного статистики. В Петербурге все больше появляется низкопольного транспорта. Так, например, количество таких автобусов в городе увеличилось почти в два раза. Прибавилось и троллейбусов еще, ну а меньше всего появилось низкопольных трамваев всего лишь 7%. Это все за пять лет с 2010 по 2015 год. Понятно, что такой транспорт и современнее, и удобнее, и комфортнее, особенно для людей с ограниченными возможностями. Ну и вообще, быстрее заходишь, выходишь и не нужно карабкаться на эти высокие ступеньки. Еще одна неплохая новость для тех, кто часто летает. Комитет по транспорту активно ведет переговоры с аэропортом Пулково и авиакомпанией Аэрофлот, чтобы мы могли летать на дальние расстояния без пересадок. Потому что сейчас, например, чтобы добраться из Санкт-Петербурга до Хабаровска, нужно провести более 10 часов в пути и сделать одну пересадку, а то и больше. И минимальное время ожидания в Москве почти два часа. В дороге вам придется провести, повторюсь, более 10 и вот за эту радость заплатить более 60 тысяч рублей. Но это, естественно, если вы еще и обратно собираетесь вернуться. Согласитесь, такой неплохой отпуск на двоих.